BlackRock это одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и на данный момент ее портфель весит более 9 триллионов долларов. И посмотри на этот график, она буквально пожирает весь этот мир. И знаешь что? Она тайно скупает криптовалюту. Криптовалюта это очень важная технология. Я верю, что следующая революция, следующее поколение это токенизация ценных бумаг. Они покупают конкретные монеты, которые совпадают с тем, как они видят будущее. Если это звучит для тебя как что-то интересное, не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 2000 лайков, мне будет очень-очень приятно. А теперь послушай Ларри Финка, генерального директора BlackRock. Я убежден, что следующим поколением для рынков и ценных бумаг станет токенизация. Если у нас будет такой блокчейн, в котором мы будем знать любого бенефициарного владельца, и у каждого из нас будет код, кто покупает, а кто продает, это приведет нас к мгновенным расчетам и регулированию. Как ты теперь понимаешь, BlackRock не заинтересован в любых криптовалютах. Его интересуют конкретные, особенно те, которые связаны с токенизацией. И особенно с токенизацией ценных бумаг. BlackRock настолько огромная компания, что у Ларри Финка есть большое количество друзей в правительстве, Сенате и регулирующих органах. И пока BlackRock добавляет биткоин в свой фонд инвестиций на 15 миллиардов долларов, друзья Ларри Финка продолжают попытку уничтожить криптовалюту. Гэри Гэнслер объявляет войну криптовалютам за то, что они являются незарегистрированными ценными бумагами, по его мнению. Сенатор Уоррен пытается протолкнуть закон против криптовалюты, а Хилари Клинтон, бывший кандидат в президенты США, объявляет биткоин угрозой для целых наций и государств. Все они прямо сегодня пытаются внедрить в умы молодого поколения идею, что криптовалюта и биткоин – это угроза, а не возможность. Хилари Клинтон предупреждает, что биткоин имеет потенциал развалить доллар и дестабилизировать США. Послушай ее. Есть еще одна проблема, достойная внимания всей нации – это взлет криптовалюты. То, что кажется экзотической и очень интересной игрой по майнингу новых монет, чтобы потом ими торговать, на деле имеет потенциал для того, чтобы бросить вызов существующим валютам и даже, чтобы уничтожить доллар США в качестве мировой резервной валюты. Биткоин может дестабилизировать нации, начиная от маленьких и заканчивая самыми крупными. А что говорит сенатор Уоррен насчет биткоина? Когда я покупаю биткоин, я покупаю что-то вроде акции? Нет, ты покупаешь воздух. Знаешь, что интересно? Ларри Финг, генеральный директор BlackRock, в свое время ненавидел биткоин и криптовалюту точно так же, как сегодня это делают сенатор Уоррен, Хилари Клинтон и Гэри Гэнслер. Я нашел его интервью из 2018 года. На графике это где-то вот здесь, когда биткоин обрушился до 3000 долларов. И мы на этом канале говорили, что это историческая возможность его купить, и что по таким ценам, скорее всего, мы его больше никогда не увидим. Но практически все тогда хоронили криптовалюту. И Ларри Финг из BlackRock. Не исключение, послушай его. Это правда, что вы строите инфраструктуру для инвестиций в криптовалюту? Нет. Мы наблюдаем за ней и за блокчейном. Но крипто это не блокчейн. Блокчейн это технология, на которой она построена. Ваши клиенты разве не хотят инвестировать в криптовалюту? Нет, я убежден, что не существует ни одного такого клиента. Правда? Да. Но в какой-то момент они же захотят. Не нужно ли вам готовиться к этому моменту? На данный момент мы не готовимся. Ни один наш клиент не говорил нам о том, что он хочет покупать криптовалюту. И я могу сказать, во всем мире нет ни одного такого клиента. Ларри говорил это тогда, когда было идеальное время для покупки. Сегодня это говорят сенаторы, бывшие кандидаты в президенты, регуляторы. Не дай себя обмануть. Но на этот раз есть большое отличие. Пока все они продолжают внедрять страх и неопределенность в умы подрастающего поколения, BlackRock и Larry Fink фактически готовят фундамент для будущего взрыва биткоина, эфириума и других криптовалют. Какие же альткоины они любят? Какие альткоины сочетаются с будущим, которое они видят? И какие криптовалюты, по мнению BlackRock, обречены на исчезновение в будущем? Кстати говоря, не забудь подписаться на мой канал. Здесь мы регулярно говорим о самом важном из мира криптовалюты и экономике. Если тебе интересна эта тема, и мой канал тебе тоже будет интересен. А теперь послушай это. Я верю, что большинство из криптовалют в будущем исчезнет. Почему? Потому что все они мошенники или что? Давай подумаем про FTX. Его провал случился из-за того, что они создали свой собственный токен. FTX это же не DeFi. Они не были открытым блокчейном для мира. Они не были распределенным реестром. Криптовалюта должна быть основана на распределенном реестре, который открыт всему миру. Итак, BlackRock в лице генерального директора Ларри Финка говорит нам. Закрытые криптовалюты, у которых закрыт код, блокчейны с цензурой, централизованные криптовалюты. Все они просто-напросто исчезнут в будущем. Многие из криптовалют являются децентрализованными только на словах. И Ларри Финк говорит, что их ожидает крах. Подумай прямо сейчас, является ли твой любимый альткоин? Таким. Проведи небольшое расследование. BlackRock убежден, открытые, неподдающиеся цензуре, децентрализованные альткоины станут такой же революцией, как в свое время стали биржевые фонды ETF. Да, так и не дождались мы биткоин ETF в США. Криптовалюта – это очень важная технология. Мы уже видели огромную революцию, когда появились ETF. Это изменило то, как мы инвестируем. Многие люди используют их сегодня. Весь рынок облигаций трансформируется через ETF прямо сейчас. И я верю, что следующая революция для рынков, следующее поколение – это токенизация ценных бумаг. Если у нас будет такой блокчейн, в котором мы будем знать любого бенефициара, у каждого из нас будет код, кто покупает и кто продает. Это приведет нас к мгновенным расчетам и к мгновенному регулированию рынка. Кроме этого, нам не нужны будут посредники, а значит комиссии упадут значительно. Также каждый держатель акции, цены, бумаги и облигаций в токенизированном виде сможет голосовать в этой системе распределенного реестра. Итак, одна из самых могущественных теневых фигур мира говорит, что весь мир станет токенизированным. Это должно тебя сделать оптимистом по отношению к тем блокчейнам и криптовалютам, которые направлены на токенизацию активов, а особенно ценных бумаг. BlackRock подчеркивает это постоянно. Это одна из причин, почему я фокусируюсь на идее блокчейна для ценных бумаг. Мы идем в будущее, где акции и облигации будут токенизированы. Это позволит нам мгновенно понимать, кто ими владеет. И каждый из владельцев от физического лица до институционала будет иметь возможность голосовать в глобальном блокчейне. И сейчас мы берем лидерство в усилиях приближения этого будущего. Так какую же криптовалюту BlackRock накапливают? Они настроены оптимистично по отношению к криптовалюте открытого кода, без цензуры, децентрализованной и принадлежащей DeFi. К таким точно не принадлежат игровые монеты или мемные криптовалюты. Мы знаем, что BlackRock инвестирует в биткоин. Если мы говорим про токенизацию активов, скорее всего, это эфириум. Ведь он является безоговорочным лидером этого направления. Так что, думаю, BlackRock инвестирует и в него. Но кроме эфириума, есть еще один интересный блокчейн, который занимается токенизацией активов. Франклин Темплтон, в управлении которого находится полтора триллиона долларов, собирается токенизировать активы с помощью не эфириума, а стеллара. Этот инвестфонд, управляющий активами на полтора триллиона долларов, выбрал именно стеллар для токенизации активов. Возможно, для BlackRock это тоже будет еще одним выбором, тем более, что уже есть пример. Кроме этого, зная о сотрудничестве BlackRock и Coinbase, скорее всего, они рассматривают монеты, которые торгуются конкретно на Coinbase. Монеты с открытым блокчейном, с открытым кодом, не подающиеся цензуре, децентрализованные и принадлежащие DeFi пространству. Возможно, это Cosmos, Uniswap, Cardano, Algorand. Напиши в комментариях свой выбор. Хорошее подспорье для твоего анализа, не так ли? Ну а меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok